Здравствуйте! В эфире Гадыкан. Сегодня мы в селе Куркли Лакского района. Прямо сейчас мы направляемся в гости к директору Курклинского дома культуры Обрезат Гужиевой. Здесь мы будем учиться готовить настоящие лакские чуду с творогом. История Куркли насчитывает более полутора тысяч лет. Село расположено в самом центре Вицхинского магала, по левобережью Казикумухского кайсу, на расстоянии 18 километров от райцентра Лакского района. Согласно древней лакской поговорке, Куркли находится на кругу рая. Места действительно очень красивые. Куркли Лакского района Куркли Лакского района Мы будем готовить сегодня чуду. Как оно называется? Палакски. Палакски чуду. Чуду. Да, чуду. Палакски чуду. А как это переводится? Переводится это чуду. Чуду. Окей. Так, что нам для этого понадобится? Понадобится нам, сперва надо тесто готовить. Мука. Мука. Чуду наше с чем? С какой начинкой? С творогом. С творогом. С творогом. Сперва тесто готовим. Так, это пшеничная мука. Теперь... Соль. Соль. Нет, сода сначала. Сода, да. Сода, окей. Сода. Потом соль. Теперь кефир с кефиром. Это такой домашний кефир. Да, да, домашний. То есть воду вы не используете вообще? Нет, нет. И замешиваем тесто. Да. Тесто должно быть мягким или крутым? Немножко, а не сильно мягким. Ага. А, Бриза, чем занимается Курклинский дом культуры? Курклинский дом культуры занимается... Все праздники отмечаем, короче, день пожилых людей. День конституции. У вас там есть, наверное, какие-то ансамбли народные, да? А здесь есть, со школой все делаем мы, со школой только. Но у нас и маленькие все равно, хотя здесь живут люди, но немного. Только школой, библиотекой работаем мы. А вообще в Куркли есть какая-то своя песня, может быть, свой гимн или какой-то свой танец, например, которого нет ни у кого? Нет. Нет, нет. Ну, вам надо придумать. Это чудо готовят только с творогом? С мясом тоже. Да, с мясом тоже, да. Но с мясом творогом, тесто с кефиром делаем, просто водой. Просто с водой. С водой, да. Мы с водой делаем, когда с мясом делаем. Когда этим с творогом, с кефиром делаем. С дрожжем тоже делаем, но дрожжем долго будет. Ну да, пока она постоит. В общем, я так поняла, что с творогом главное, чтобы тесто немножко поднималось, да? Да, да. Поэтому используется либо сода, либо кефир, либо и то, и другое место. Либо сода, или дрожжи, и все. У вас большое хозяйство, большой дом. Когда вы все успеваете? Ладно, стоим, что делать? Рано. Теперь приготовим начинку. Начинку. Да. Сперва соль надо. Так, у нас здесь творог. Творог. Творог должен быть кислый, не кислый. Нет. Свежий, не свежий. Свежий, свежий. Только свежий, да. Только свежий. Сухой должен быть. Да, да. Соль добавили мы. Соль. Теперь надо хорошенько. Подожди, еще немножко. Размельчить надо хорошенько, да? Да, хорошенько надо размельчить. Чтоб не осталось комков, комочков. Нет, что... Ну, не твердое не было, что бы. И все, больше не добавляем ничего? Сода тоже добавим, чуть позже. Тмин, какие-то специи, вы ничего не добавляете? Нет, нет. В этом нет. Теперь немножко соду. Так, пошла сода. Соду тоже на глаз добавляете? На глаз, да. Ну, немного, я так смотрю, вы добавляете соду. А сода для чего вообще добавляется в творог? Просто держали друг. Сколько у вас хозяйств живет в селе? Селе 70. 70. Вообще-то 120, ну, 70, говорят, живут. Что-то выращивают или держат скот, может быть? Скот, пчелы. Мед бывает свой? Бывает. Еще сады. А что выращивают в садах? А этот... У вас есть, смотрю, яблоки растут. Грушевые есть у нас сады. Абрикосовые есть. У всех по-разному. Так, мы формируем шарики. Да. Шарик должен вот так помещаться в ладошку. В принципе, такие делают у всех народов, да? Шарики размеры не больше, не меньше. Из килограмма творога получается где-то... Шесть или семь, да? Ага. Так, что мы делаем дальше? Теперь будем лепешки сперва готовить для них. Такая его обрезает своя метрическая система. Лепешки получаются чудо-круглые или такие полукруг? Круглые. Круглые. Давайте я тоже попробую. Селить. Так, селить сперва. Ну так достаточно, да? Да, хватит. Сильно не надо. Ну, что делать? Нет. Теперь нужно раскатать? Нет. А, теперь нужно собрать как бы, да, вокруг кружочка нашего. Я буду повторять за вами. Так, теперь ставить. Ага. Так. Ага. Значит, делаем следующим образом. Это толстые чудо или тонкие? Тонкие будут. Сейчас я раскатаю. Собираем вот таким образом. Чтобы ничего нигде не расклеивалось и творог наш не поплыл. И раскатываем. Да. И раскатываем. А, бризет, что еще готовят курклинцы из традиционных курицей? Лакских блюд. Из традиционных молодых курицей. Это хахари называется, там бывает фасоль, красная фасоль, черная фасоль, пшеница. И бобы, наверное. Нет, у нас три вида. Это с мясом. А, это жарится. Сушеное мясо. Да, сушеным мясом. По нашим, на лаксском, называется хахари. Так, наши чудо готовы. А нам их осталось только пожарить, поэтому мы идем к печке. У нас есть такая специальная сковорода-пластина для выпекания чуду. Погнали. На среднем, на высоком, на медленном огне, на каком? Ну, на среднем, на среднем надо. В вашем селе есть газ? Нет, привезной. Баллонный. Баллонный. А сколько сейчас стоит баллон газа? 800 рублей. А надолго хватает вам? Ну, да, месяц так. Месяц хватает. Это дорого по сельским меркам? Конечно. Подожжать же. Газ не обещает? 450-430 был баллон. Когда? Вот полгода, ну, год так. То есть почти в два раза повысился? А вам не обещают вообще природный газ? Обещают уже три года. Поднимается, да? Поднимается, да. Ну, это такие довольно пышные чудушки получаются. Я себе представляла их какими-то очень тонкими. А тонкими делают это с водой тесто. А-а-а. С водой. С кефиром же поднимается. Дрожжи с кефиром поднимаются. Можно переворачивать. А потом мы смазываем это все дело маслом. Топленное масло. Масло. Да. Наши чуду готовы. Обрезать. Давайте нарезаем. И расскажите нам, как это все правильно совместить. Потому что на столе лежит урбеч и даже сахар. Сейчас поречу сперва. Так. Сперва урбеч. Наливаем, да? Наливаем. А потом песок сверху. Сахар тоже нужно, да? Да, да. Вот это удивление для меня. Так. Теперь берет кусок, макает, кушает. Все, давайте попробуем. Это, наверное, надо помешать. Помешать надо, да. Одни выбирают сахаром. Сладкие. Одни просто так. Кто как. Так, и все вот это дело. Кто как. Я все правильно делаю? Да, да. Все правильно делаю. Так, и съесть. Очень оригинально. Мне нравится. Спасибо большое. На здоровье. Если и у вас есть интересная история о своем селе, быть может, у вас готовят что-то очень вкусное, обязательно напишите нам или позвоните под тем координатам, которые вы видите на своих экранах. И помните, каждый из вас может стать участником программы ГДК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!